добрый добрый вечер всем благодарим всем кто присоединился накануне поста надеюсь что останется время поесть чтобы пост провести как нормально все таки мы постараемся посвятить наши духовные усилия в успеху наших воинов их благополучию выздоровлению раненых возвращению пленных упоминаем всегда любого от михаэль моя жена которая ушла из два года два года назад ушла из жизни вот все слова посвящаю как бы ей в любом случае тем у нас сегодня очень сложно в том смысле сложная что она простая или представляется простой да вот рага шла говорит что труднее всего говорить о том что представляется простым да и есть какое-то устоявшиеся устоявшиеся мнения на а иногда простота она не то что обманчива она вообще просто она вообще просто неправильно да то есть взять просто по простому и когда ты начинаешь скрывать смысл то видишь что смысл несколько несколько другой хорошо мы не будем с вами скажем много философствовать возьмем ближе ближе к тексту вот и так секунду что я сделал я же не вывел текста я просто нажал 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 свой окей я вот пытаюсь сейчас секунду секунду вот он даже отсюда давайте начнем с такого момента как бы общая тема которую мы возьмем сегодня на это случайность понятно что ничего случайного нету а если нету случайного то когда аман бросал жеребий и выбирал месяц когда расправиться с евреями более всего удобно с точки зрения там скажем созвездия астрологии или воли божеств и когда он выбирал потом день то месяц у него выпал адар а день в этом месяце выпал тринадцатый тринадцатая адара день когда нужно было расправиться с евреями вот здесь есть очень очень многие очень много моментов пункт первый если если над нами нависла опасность то есть в этом наша есть в этом наша вина вот притащили кого-то за рубаху на плаху положили занесли топор потом не ударили или промахнулся вот палач промахнулся все очень хорошо кончилось замечательно да но в этом же есть большое наказание человек человек переживал человек боялся человек обращался жизнью наказание претерпел страшные дни страшные минуты вот и и то же самое здесь все хорошо кончилось вот эта угроза которая висела на ценовьями израиля несколько месяцев это страшное это страшное дело просто страшное дело так и поэтому рабе Шимон Барьюхай он задает вопрос своим ученикам за что были наказаны сыновья израиля в бабеле ну как наказаны спаслись но ученики хорошо понимают учителя в общем то это в общем то это наказание а если на тебя набросился тигр и тигра потом как то ушел присмирел и ушел да или ты от него увернулся да то все равно это наказание ученики предлагают разные варианты рабе Шимон Барьюхай говорит потому что радовались на перу Ахашвироша мы помним с вами что Ахашвирош устроил пир на третьем году своего на третьем году своего правления и третий год его правления он приходится как раз на то время как он полагал да он полагал да что должно должно закончиться изгнание сыновей израиля да вот оно должно закончиться и не закончилось и он устроил праздник потому что видел в этом свою победу над над всевышним я сейчас не буду приводить все расчеты да вот потому что это займет время да но третий год управления Ахашвироша он соответствует тому он приходится на 70-й год после самбо первого изгнания за 11 лет до еще до разрешения храма да вот и он видит в этом победу над всевышним как мы с вами говорили в древнем мире воевали не только с войсками с царями воевали и с божествами народов вот всевышний бог народа Израиля он хотел освободить снове Израиля наверное хотел разрушить разрушить Персию да и у него не получилось повод для праздника да вот и Рамчамон Барюхай говорит пришли на этот праздник и радовались на радовались на этом перу мы к этому будем возвращаться еще не один не один раз с вами да вот в нашем занятии то есть наказание да наказание за радость на перу читает Рамчамон Барюхай на перу который на котором Махачпирош решив что он победил всевышнего разгуливал в одеждах первосвященника пили из сосудов храма который он который он вынес да вот и евреи присутствовали на этом перу вот и хотя не ели ели кошерное и как можно представить себе и пили кошерное вино да то кроме формального соблюдения закона это тоже очень важный момент кроме формального соблюдения закона есть вещи неформальные да есть осквернение имени Всевышнего это закон который не описывается формально да но любое поведение человека особенно человека приверженного торе соблюдающего закон да которая бросает тень на бросает тень на народ а иногда бросает тень на Всевышнего да бросает тень на Всевышнего как в глазах народов мира да это называется в любом случае да пребывание 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 в изгнании да оно является скажем на сообщение значит что касается вообще все это слова Натан если можно выключи микрофон пожалуйста отдельно у которых довольно сложная история ну во первых вот вот написано я прошу выключить он вроде выключился хорошо да значит да пребывание в Галуте в любом плане это осквернение имени имени Всевышнего да потому что желание Всевышнего всегда привести сыновей Израиля в землю Израиля а Всевышний хочет а явление идет да и те кто смотрят со стороны они говорят что Всевышний хочет но не может да такое желание привести сановей Израиля в землю Израиля это как бы бросать тень на Всевышнего бросать тень на Всевышнего называется осквернению имени Имени Всевышнего да вот субботу мы свидетельствуем что Всевышний сотворил мир сотворил его за 6 дней да свидетельствуем да о Всевышнем а находясь в Галуте лже свидетельствуем против Всевышнего так что Он хочет привезти нас в Израиль, но не может. И тем более радость на Перу, она свидетельствует об утрате совершенно вот такой национальной идеи, возвращения, забывания о храме. Это вывод Равиша Мангара Юхая, не случайно. Вот не случайно написана такая угроза. Дальше. Еще один, это первый первая посылка, угроза возникновения случайно, причина радость на Перу, свидетельствующая отказу национальной идеи, забывания о храме, забывания о родине. Приверженность только формальным заповедям, исключительно тем, которые можно соблюдать сейчас в семье или на Перу. скажем, да, это Равиш Мангар Юхай видит в этом в этом проблеме. Теперь следующий момент, второй, пункт два. Говорят, что Йом-Кипур похож на на Пурим. Сравнивают звучание слов Йом-Кипурим и Пурим. Йом-Кипурим и Пурим. И даже Йом-Кипур получается как Пурим. Ке Пурим. Пурим главный, а Йом-Кипур второстепенный. Но это как бы неважно, тут трудно сравнивать, какой день более значительным. Но в чем параллель между Пуримом и Пуримом и Йом-Кипуром? Йом-Кипур пост, день такой сдержанный. Йом-Кипур праздник, может быть, потому что до Пурим праздник, может быть, потому что до Пурима есть пост, но я бы сказал, что это недостаточное сходство. Главная причина, главная причина сходства, главное сходство между Йом-Кипур и Пуримом это отрицание случайности. Йом-Кипур отрицает случайность и Пурим отрицает случайность. По-разному. Мы сейчас посмотрим, как Йом-Кипур отрицает случайность. как Йом-Кипур отрицает случайность. Идея жертвоприношений такова, что как бы в жертву приносятся дурные желания, дурные устремления, и они как бы они как бы сжигаются на жертвеннике. Если взять жертву ула, жертву всесожжения, которая полностью сжигается на жертвеннике, ее символ как бы это устранится вообще от материи для того, чтобы возгласиться, оторваться от материи, которая мешает, которая тянет в дурную сторону, вот это идея жертвы ула. Жертва ула это не как бы скажем не высшая жертва. Высшая жертва это жертва шламим, жертва мирная, которую приносят праздник, и часть ее идет на жертвенник, часть ее идет ковеном, а часть едят за столом в чистоте. То есть есть идея жертвы всезаржения это отказаться от материи, а жертва шламим, как бы цельная жертва или мирная жертва, как говорят, ее идея другая. Это достигнуть такого уровня, что материя не мешает. Ты садишься за стол как бы в чистоте, и еда, пищи, она не только не закрывает от тебя духовный мир, она его раскрывает. При этом, зачем я это говорю, потому что если посмотреть, какие части от жертвы шламимут, мирной жертвой, которую едят в празднике, едят всей семьей, какие части из нее приносятся на жертвенник. Те части, которые символизируют дурное желание Всевышнего, я прошу прощения, дурное желание человека. Дурное желание человека. То есть отказавшись от дурного желания, как бы символика такая, можно и материю превратить в нечто духовное, скажем, такой инструмент расстретия духовности. Что приносится на жертвенник? На жертвенник приносится внутреннее сало, которое закрывает как бы брюши, но его не едят. То есть символ такой избыточности переедания, скажем, животного, допустим. Символ избыточности, избыточности материи, стремление к избыточному стремлению к материальному. Надпочечник и надпочечник и наросток над печенью. То есть как бы то, что представляется лишним, есть печень, а есть наросток над печенью, есть почки, а есть наросток над почками. Вот это лишнее, если так можно сказать, символ, символика лишнего погружения материю, оно приносится на жертвенник отказа от дурного желания. Что происходит в Йом-Кипур? Вы не поверите, что происходит в Йом-Кипур. Говорят, вот есть заповедь козла отпущения, и она совершенно непонятна. Ну, как она непонятна? Всегда до конца ничего непонятна. А так-то она очень понятна. В Йом-Кипур приносится в жертву, так сказать, Йом-Кипур работает не только на уровне, скажем, не только на уровне желания, не только на уровне поступков, он работает и на уровне мыслей, представлений человека о мире. И вот берут двух берут двух козлов и бросают между ними жребень. И когда есть благословение Всевышнего, то есть две таблички, на одной написано Всевышнему, а другом написано Азазелю. И вот первосвященник, не глядя, вытаскивает таблички, если он вытаскивает табличку правой рукой Всевышнему, то козел по правую руку приносится в жертву, а козел по левую руку отправляется в пустыню и там сбрасывается со скалы. И говорят, что когда в годы благословения, когда жили великие праведники, такой праведник, Шимон и Цадик, всегда первосвященник правой руке доставал табличку Всевышнему. То есть мы уже видим, что идет отрицание случайности, как бы, 50 на 50. А из года в год достается табличка Всевышнему правой рукой. Значит, есть, вроде бы бросается жребий, а на самом деле есть РГХ, есть такой глаз, который смотрит с неба и управляет событиями. Второй момент. Все время говорят, вот козла ботовятся в пустыню и сбрасывают там Азазелю. Азазель, вроде говорят, так скала называется, но между нами по-честному на его сбрасывают какой-то силе. Вот что происходит? Что происходит? Это жертва. В жертву приносится человек отказывается от представления о том, что есть еще какая-то сила, кроме Всевышнего. В обычные дни это не делается, это, скажем, очень такой резкий момент, можно сказать, опасный момент, но в емкий пурон делается, приносится вот такая жертва, когда кого-то сбрасывают в честь или сбрасывают в честь Азазель. Зачем? Чтобы сказать, этого нету, этого не может быть, это отрицание. И если есть только одна сила, то не может быть случайности. В этом смысле эти две идеи переплетаются. Вот КГН бросает жребий, жребий всегда попадает одинаково, потом в общем-то жертвой отрицается любая сила, кроме Всевышнего, и это тоже то же самое, что утверждение, что нет ничего случайного. И в этом плане в этом плане емкий пур, он похож на он похож на пуре. Я очень кратко изложил эту идею, она может быть требует дальнейшего обдумывания, но я надеюсь, что в общих чертах она понятна, может быть, в конце урока мы постараемся ее обсудить как вопросы и, может быть, ответы на них. Дальше. Следующий момент. Пурим отрицает случайность. Но мы понимаем. Вот случайно Мордехай обнаружил, что два слуги Ахашмироши хотели его отравить. Случайно. Случайно потом царь не спал, ушел от него сон, и он случайно открыл книгу памятных событий на том месте, где записано о том, что Мордехай донес на двух слугах Ахашмироши, которые хотели его отравить. И он вспомнил про Мордехая. Все происходит по воле случая. На самом деле, как мы знаем, Гелат из Тернии упоминается имя Всевышнего, вроде бы как его и вообще нету. Но понятно, что за таким скрытием событий действует рука Всевышнего, и это задача Мгелат и Стер, так сказать, напомнить о том, что нет ничего случайного, что даже когда Всевышний скрыл свое лицо. И он даже не упоминается в свитке. И события так происходят, будто он вообще не вмешивается в события. Он да, вмешивается в события, потому что угроза нависшая как угроза ставшая наказанием, она снимается, уходит в результате каких-то стечений случайных обстоятельств, казалось бы. Задача понять, что обстоятельства не случайны. И вот в этом плане скажем третий шаг или четвертый или четвертый я уже запутался, но это не важно, он таков. Если все не случайно, почему жребие Амана выпало на 13 число? Какой в этом смысл? Голову можно сломать. Обходят этот вопрос. Говорят, месяц Адар это месяц, когда нету праздников, это месяц, когда умер Маше. Все эти объяснения недостаточны, потому что, опять же, можно сказать в плане нашего разговора, что они говорят о какой-то случайности или недостаточной, я бы сказал, корреляции. Но умер Маше в этот месяц, хорошо. А у нас нету, никогда ничего не было, и до Пурима ничего не было связано с этим месяцем. Вот на Иссав, там разрушение храма, да. Вот если выпал у Амана жребень на 9-й ава, я бы понял, вот, говорили бы, да, 9-й ава, это день, когда плакали, не захотели войти в землю Израиля, и поэтому Всевышний на этот день привел разрушение храма, как бы такое явное изгнание уже завершение знания разрушения храма, да, вот, это было понятно, 9-й ава, проблематичное число, все несчастья, упаси Бог, чтобы их не было, да, они сваливаются, туда стекаются в месяц ав, и говорят о Вейшуханабе, а Рухов говорит, 9-й месяц ав, да, это понятно, а то, что умер Маша в месяц Адар, да, вот, и он умер перед входом в землю Израиля, он умер седьмого Адара, а десятого Ниссана вошли в землю, да, скажем, а если бы в землю вошли бы двадцатого Ниссана, так он умер восемнадцатого, он умер восемнадцатого, скажем, да, семнадцатого числа, там, скажем, то есть, ну, короче, нету, не видно в чём причина, он умер Маша в месяц, да, хорошо, да, а тринадцатое число, да, он седьмого умер, а тут на тринадцатое число упало, да, вот, теперь мы с вами для того, чтобы это понять, возьмём таблицу, которую я постарался воспроизвести, да, произвести по книге Седора Дород, да, на какое, на какое время приходится египетские наказания, да, вот, мы помним, что исход из Египта это 2448 год до, 2448 год по нашему исчислению от сотворения мира, или 1312 год до этой эры, чем тут не пользоваться, каким, скажем, да, исчислением, речь идёт об одном и том же времени, 1312 год до этой эры, это 2448 год от сотворения мира, да, вот, а вот по месяцам и по дням уже, да, что там происходит, да, Седора Дород утверждает, что Маше говорил со Всевышним у горячего куста, да, у горы Синай, в общем-то, 15-го числа месяца Низана за год до исхода, целый год разворачивались события, связанные, да, с тем, что он пошёл в Египет, да, потом вернулся ко Всевышнему с жалобой, потом опять вернулся, да, потом были здесь наказания, да, и вот это заняло год, да, примерно, да, примерно получается так, да, каждый из наказаний, есть разные мнения в Талмуде, Седора Дород идёт по мнению, что каждое из наказаний продолжалось примерно месяц, да, шесть дней предупреждения и двадцать четыре, да, шесть дней предупреждения, двадцать четыре дня, двадцать четыре дня наказания, да, и вот у нас есть кровь, да, и это наказание начинается в месяце Тамуз, да, потому что пятнадцатого Несану Горячего Куста, потом пошёл к фараону, был у него пятнадцатого Яра, потом убежал обратно, да, потом вернулся, и вот, да, и наказание кровью, оно начинается с месяца Тамуза, шесть дней предупреждения и двадцать четыре дня не недели, а двадцать четыре дня наказания, да, вот, потом месяц это кровь в Тамузе, потом лягушки в Ави, мошки в Илули, животные оров в Тишрей, Тишван это морскота, да, потом в Кислеве это Шихин в Алдыри, Тевет это Гра, Шва, Царанча, да, Адар, темнота, да, Адар, темнота, значит, первое Адар начинается темнота, на самом деле здесь есть некоторые смещения, потому что я написал условно как бы первое число месяца, а происходит смещение, потому что у нас 30 дней, а не во всех месяцах у нас 30 дней, происходит смещение здесь, да, вот я написал Темнота первого Адара и написал, что надо сдвинуть еще на 7 дней. Где-то седьмого Адара начинается наказание темнотой. А не первого Адара, а седьмого Адара начинается наказание темнотой. Ну же, дальше есть три дня темноты сплошной, а дальше есть три дня такой темноты, когда невозможно сдвинуться. Это еще шесть дней. И мы видим, что темнота, так сказать, обычная, когда можно двигаться, она начинается с 13-го Адара. Она начинается с 13-го Адара. Чем это примечательно? Адара говорит, что во время темноты умерли те, кто не хотел бы ходить из Египта. И мы представляем себе, что, скажем, они умерли в начале наказания той темноты, темноты, которая стала более-менее обычной, когда можно было двигаться и когда можно было передвигаться. На тринадцатый день, в тринадцатый день Адара умерли те, кто не хотел выходить из Египта. Если мы это представили себе с вами, то мы очень хорошо дальше понимаем всю историю Пульма. История Пульма разворачивается таким образом. В тринадцатом году до этой эры, скажем, в тринадцатом году до этой эры пал Вавилон. И на смену ему пришел союз Персии и Мидии. Фактически одна страна. Как бы их союз настолько прочный, что можно считать их одной страной. Через два года, в тринадцатом году, начинает править Кир Корныш. Он второй царь после этого падения Вавилона. В тринадцатом восьмом году он выпускает декларацию, призывающую сыновей Израиля возвращаться и отстраивать храм. Как мы знаем, сорок две тысячи откликнулись на этот призыв и отправились в землю Израиля. А потом Корныш запретил переселение, поскольку не пошли, как это всегда бывает. Поскольку не пошли, то он этот указ и отменил. И потом Корныш умер, а власть захватил Ахашвирош. И начинают разворачиваться события Фурева. Вот первые три года его правления. Потом, где-то на седьмом году своего правления, он женился на Истер. Потом то, что также нужно внести в список отрицание случайностей. У Истера родился сын, который впоследствии стал Дарием Вторым. И вновь разрешил строительство храма и переселение. Все 14 лет правления Ахашвироша на строительство храма было запрещено. Пока он и после Пурима, и возвращение было запрещено. И строительство храма также было запрещено после Пурима. И мы с вами неоднократно вспоминали то, что говорят мудрецы об этой ситуации. В трактате Йома на 9 листе говорится, что поскольку не поднялись из Вабилона, то и не произошли чудеса, такие, которые произошли при исходе из Египта. То есть отказ вернуться, повлекло за собой такое поблегшее исполнение пророчеств. Пророчество Ишаягу, которое предсказывало, что и пустыня выровняется, и горы опустятся, и долины поднимутся, и пустыня зацветет. И пророчество Ихискеэля о том, что земля зацветет раньше, чем сыновья Израиля придут туда. Все это как бы поблегло и, в общем, исполнилось. Потому что такие пророчества не отменяются. Но исполнилось, но поблегло. Потому что не захотели совершить исход во времена Корыша. Во времена Корыша не захотели совершить исход. Остались в Вабиле, полностью утратили идею возвращения и радовались на Перу. И 13-го Адара, день, когда были наказаны те, кто не хотел совершить исход из Египта, в этот же день нависла угроза уничтожения над теми, кто остался в Вабиле. Если мы это с вами понимаем, то мы понимаем с вами не случайность событий. Мы понимаем, что в Йом-Кипур утверждается не случайность по-своему. А здесь не случайность утверждается по-своему. Но если не случайность утверждается, необходимо понять, что это за 13-е число месяца Адара. Мы с вами поняли. Слава Богу. Восполненный тот пробел, который есть в подавляющем большинстве комментариев. Фактически не высказан явно, четко, ни в одном комментарии. Мы воспользуем этот пробел путем прямого и непосредственного расчета. Теперь, для того, чтобы последнее, что я постараюсь сделать, прежде чем перейти к вопросам, на очень интересный момент. Случайность является вскрытием лица, является сама по себе случайность. То есть представление человека о том, что происходит все случайно, это является наказанием. Наказание, вера в случайность – это само по себе наказание. Оно калечит всю жизнь человека, ослабляет веру и калечит его жизнь. Всевышний. Но наказание обычно приходит как мера за меру. Если человек упорствует и ведет себя так, как будто все случайно, то Всевышний тогда, если так можно сказать, помогает ему. Помогает ему, как говорят, преступлением лечет за собой преступление. Он видит все случайно, а Всевышний делает так, что действительно, как бы все происходит случайно. И об этом написано. Описано в самых тяжелых наказаниях, которые предсказаны сыновьям Израиля. Вот я в книге «Дворим» для вас выписал. В книге «Дворим» книги сначала возьмем книгу «Вы икра» с вами. С почем возьмем «Вы икра»? Вот говорится, да. Вот я приведу на вас наказание, да. А вы вот все равно ничего не поймете. Как это говорит Всевышний? Вы имберели лоти вас ру. И если этими наказаниями вы не вразумитесь, если эти наказания вас не вразумят, да. Вы галахтем има ими кери, и вы пойдете со мной случайным путем. Кери, микре. Пойдете со мной случайным путем. Что значит? Скажете, что, ну, это все, что свалилось на нашу голову. Спасибо Богу, что все были живы-здоровы. Все, что свалилось на нашу голову – это случайность. Случайность. Мы хорошие, мы замечательные, да. А все, что свалилось на нашу голову – это случайность. И вот, и между прочим, эта мысль, она все время присутствует при обычном изучении Мгилат и Стыр. Ну, да, вроде там все не случайно, да, но в результате получается так, что вроде бы на 13-е Адара выпало все случайно, да. Вот, ну, конечно, пришла какая-то угроза, а потом, да, а потом раскаялись, да, потом раскаялись, и все, как бы, повернулись в хорошую сторону, да, повернулись в хорошую сторону. А причина основная, основная, да, что было не так, что было не так, из-за чего выпало это наказание, она не вскрывается. Не хотели вернуться и избавили в землю Израиля, когда была такая возможность, да. И поэтому угроза уничтожения на 13-е Адара, когда погибли те, кто был в Митсраиме и не захотел выйти, да. Это единственная, как бы, возможность, да, я отклонился, да, здесь вот, если мы этот посуг с вами смотрим, да, Вы, я пойду с вами, я пойду с вами случайным, вы пойдете со мной случайным путем, какое наказание, И пойду и я с вами по случайности и буду вас бить еще. Потому что случайность, она, понимаете, да, случайность, что, значит, я буду убить вас еще, я буду убить, а вы будете повторять, что это случайно. А я не буду специально открывать, что за что. Вы хотели случайность, ну вот, вы воспринимаете все как случайность. То есть случайность – это наказание, наказание внутри наказания, задуманивание мозгов, которое не позволяет понять основные проблемы, не позволяет понять, из-за чего приходит наказание. Вот, и это, да, и в книге Творим, да, Всевышний говорит о том же самом, по-другому, по-другому. В анахи астер астирет фанай, а я скрою свое лицо в этот день. То есть скрою лицо, не, как бы, не позволю или уж точно не помогу вам увидеть причинно-следственную связь, за что пришло наказание. Вот это вот, наверное, как бы, наказание, внутреннее наказание, очень тяжелое. И это, да, это то, что происходит в наши дни. Вот, вот, думают, это от этого, а это потому, а это потому, да, основные причины наших дней – то, что люди не поднимаются и не приезжают в Израиль. Да, да, не приезжают в Израиль. Вот, скажем, да, договоры Осло, создание палестинской автономии, которая принесла, теперь понимают, слава богу, которая принесла столько горя, несчастья, унесла столько жизней. Отчего это? Случайность? На выборах, да, проголосовали. Вот, приехали, приехали, да, была русская Алия, и они вот на своих плечах подняли Рабина. Он выиграл на выборах и вот прокрутили эту, прокрутили эту автономию. Да, случайность, случайность. Да, а закономерность, да, это всё скрытие, это когда подобное рассуждение – это идти случайным образом со Всевышним. А единственная причина, да, это то, что евреи не приезжают в земли Израиля. Приезжали бы в земли Израиля, не было бы и Осло, не было бы его просто как бы физически, да. Вот я помню, что Рабин оправдываясь, да, он, конечно, лукавил, да, но он очень интересно сказал, да, он оправдывается, что он идёт на этот договор, на сговор с бандитами идёт на Осло, он сказал, вот мы после шестидневной войны думали, что приедет 10 миллионов евреев и заселят эти территории, они не приехали, а мы теперь вынуждены отдать их арабам, да. Какая-то доля правды в этом есть, а может быть и большая доля правды. Действительно, 67-й год, величайшее чудо, да, величайшее чудо, это величайшее чудо превратили в случайность. Ну, было, да, ну, вот так карты легли для нас удачно, да, вот. И не поехали. После 67-го года должны были встать, всё, приехать, произошло чудо, такое же великое чудо, не меньше, чем происходило во времена Танаха. Не поехали. Случайно. Всё случайно, да. Не видно этого призыва Всевышнего, не видно руки Всевышнего, да. Он сделал чудо, он отдал всю землю. Зачем? Чтобы для того, чтобы здесь вы же не приехали в 48-м году, чтобы вы сейчас приехали, да. И вот это вот, понимаете, да, это и есть, вы пойдёте со мной случайностью, если вы пойдёте со мной, как будто всё случайно, ну, и я пойду с вами так, как будто всё случайно, да. Но в этой случайности, да, в этой случайности есть наказание. В этой случайности есть закономерность. И не случайно эта случайность случается 13-го числа Адара. Вывод, как всегда, один. Ехать надо. И пока те, кто живут в странах благополучных или менее благополучных, не встанут, не поднимутся и не приедут, мы так и будем барахтаться. Будем продвигаться, будем миллиметровыми шагами что-то на время достигать какого-то благополучия, потом опять. Почему? Вот у Рафа Исраэля Риэля, в его книге о земле Израиля, книга «Исследовательский галактический труд», у него есть такое соображение, почему Аврааму была обещана гораздо большая земля, чем была потом в главе Масае обещана Маше. ответ, потому что большое число людей осталось в Египте, и когда подошли к границам земли Израиля, стояли перед проблемой, что ее нельзя всю заселить. И Всевышний дал землю для обязательную, для заселения, где будет наивысшая святость, гораздо меньший кусок, чем это было обещано Аврааму. Скажем, ну и об этом говорить можно очень долго. Все, я закончил. Если есть какие-то вопросы, я убираю шеер, и, пожалуйста, я к вашим услугам. Рабзев, добрый вечер. Добрый вечер. После Пурима, евреи, Персии, наверное, сделали какие-то правильные выводы, в чем они выражались, может, увеличилось количество приезжающих, и сколько их было. Это вопрос замечательный, прекрасный вопрос. Он требует еще нескольких лекций. Если попытаться сказать в общем, если попытаться сказать в общем, глобально, ничего не поняли. Ничего не поняли. Не все, конечно. Возвращение. Когда начинает править Дарьи II, сын Эстер, в это время, на втором году его правления, пророки, как мы с вами говорили, призывают, вернитесь. Скорее, говорит, бегите из страны Северной. Это второй год правления Дарья II, сына Эстер. В это время приходит Эзра. Эзре удается поднять небольшое количество, небольшое количество сыновей Израиля. Потом все время есть поток, приток, кто-то приходит, но как народ, люди отдельные поняли, может быть, даже и, я уж не знаю, очень трудно оценивать по количеству, может быть, не такое малое число людей, но как народ, как народ, не поняли, что они должны встать, подняться и прийти. Это то, что говорит Решлаки, что же, по-моему, мы с вами разбирали в трактате Йома, он говорит раба, одному мудрецу, который до сих пор живет в Вавилоне, он его видит последователем всей этой идеи оставаться в Вавилоне, и он ему говорит, как бы, поскольку вы во времена Эзра не поднялись стеной, то вот мы имеем то, что мы имеем. Это он говорит раба. То есть наша проблема, наша проблема, что эти моменты не акцентируются. Я ведь ничего не выдумываю. Я беру источники, которые все учат просто, постутню на день, и пытаюсь просто подчеркнуть то, что пропускается, то, что проходит мимо. Ответ на ваш вопрос, ситуация очень печальная, и мудрецы это говорят такими словами, гелат и стер, но это малое спасение, потому что в Песах освободились от фараона, а в Пурим, как были рабами Ахашвироши, так и остались рабами Ахашвироши. Так и остались рабами Ахашвироши. Но Ахашвирош умер, пришел в Дариф Второй. Остались рабами, не только как бы, потому что им не давали уйти, не давали строить храм, потому что потом, когда Ахашвирош умер, не захотели. Не захотели подниматься и идти. Ничего не поняли. Об этом можно было бы сделать целую лекцию. Мы же видим, что ничего не поняли. Радовались Торе, Обрезанию, праздникам. Разве говорят, праздники – это веселье. Праздники – это веселье. Веселились в празднике, продолжая быть в Бабеле, в то время как их собратья с большим трудом возводили храм и начали жертвоприношение. Это целая отдельная тема. По большому счёту ничего не поняли. И, скажем, сейчас у нас опять же нет возможности развернуть эту тему. С этим связан махлоки, спор мудрецов, нужно ли пить в пурям. Мудрецы Бабеля видели в пуряме спасение чисто. Ура, мы спаслись. А мудрецы, которые жили в Израиле, они видели в пуряме открывшуюся возможность возвращения. Если мы спаслись, то мы спаслись как бы через вино. Там всё время пил Ахашвироши напился, и это принесло спасение. Чудо пришло через вино. Из-за чего? Из-за того, что Ахашвироши напился. Протрезвел, правда, потом. Решение принял. Повесь там оно уже на трезвую голову. Но напился. Через вино пришло как бы чудо спасения. Поэтому давайте вымем. Мудрецы, которые в Иерушалайме, они видят всю картину. Они говорят, спасение не в том, что спаслись, а спасение в том, что открылась новая возможность с Дарием Вторым вернуться. То есть есть целый процесс. Не то, что спаслись. Ура, уцелели. Говорят о совсем другом. И Истер, и Мардыхай, они мечтали, говорили не только о спасении. Истер, когда говорил с Ахашвирошем, есть намек на это тоже можно смотреть, она говорила с ним о храме, чтобы разрешил строительство храма. Он не захотел. Но она просила о храме. Для нее было важно не только спасение физическое, для нее был важен храм. И тот, кто видит таким образом вещи, он не видит заповеди пить, напиваться в пуре. А тот, кто видит только спасение, Ахашвирош выпил, пришло чудо, и мы теперь выпьем. Ну, хорошо. А те, кто в Ярушалаеме, они видят по-другому. Случилось чудо, открылось возможно встать, подняться и приехать в Ярушалаем. Давайте праздновать праздник освобождения. Все это можно сказать через Гемару. Я постоянно пишу статьи в Фейсбук на эту тему. И вот представляется, что самая главная проблема нашего времени – это осознать то, что нужно подняться и приехать. Там разберемся. Но эту землю надо заселить. Иначе вот здесь будут такие толкания постоянно. Равдеев, я все время спотыкаюсь, когда мудрецы говорят, что мы в Пурим добровольно приняли Тору. Каково могло быть принятие Торы без принятия, понимания того, что возвращение в Эрыц-Исраэль? Я всегда это спотыкаюсь, и мне это непонятно совершенно. Но это говорят как какое-то прямо априори, что это однозначно это было, принятие Торы. Давайте мыслить логически. Давайте мыслить логически. Кто принял? Кто принял? Кто? Кто принял? А вот община, которая жила в Шушане, или община, которая жила там в другом городе, в Персии, в Иламе, скажем. Нет, ничего они не приняли. Из названия городов. Они приняли. Они все приняли. За пределами земли Израиля нету общества. Нет такого понятия, что весь народ принял Тору. Это не может быть. Нету народа. Это в Агалахе. Это в Агалахе, понимаете, да? Если в Шушане приняли, то это обычаи, которые в Шушане. Но не в Иламе. Тору могли принять. Для себя и для тех, кто в Бавили. Только те, кто в Ярушалахе, и они сделали это. И мы с вами об этом говорили. Пришел Изра, читал Тору, молили. И молили за тех, кто в Бавили. Это есть принятие Торы. Принятие Торы как бы добровольное, может быть. Ну да, добровольное. Я не знаю, здесь как бы, скажем, добровольное принятие Торы. Отказ от дурного желания. Просьба убрать дурное желание, которое тянет ко воде заре. Ну вот это, наверное, есть как бы добровольность в этом моменте. Но сам момент, это декларация Эзры, Иерушалаями. Все остальное, это, понимаете, есть дрожжок. Можно встать там, скажем, и сказать какой-то дрожж. Что-то о чем-то. Но при этом часто упускаются какие-то сущности моменты. Галаха упускается. За пределами Израиля нету понятия народа. Есть понятие общины. Поэтому община могла что-то принять на себя. А народ нет. Принять могли только в Иерушалайме. Что и сделали, это сделал Эзра. Все остальное, это просто разговор. То есть, тем более нельзя говорить, что весь Израиль принял Тору. Понятие «весь» – оно просто неверно. Но можно говорить в том смысле, что суд, Бейдин, Сангедрин, люди Большого Собрания и вся община в Иерушалайме приняли Тору и для себя, и молились за тех, кто в Бавиле. В этом плане можно говорить, что приняли Тору, приняли обязательства, заключили союз. Как бы хотя бы не надо было заключать союз с Вечной, но несколько раз были такие ситуации, когда как бы заключали союз, как бы возобновляли союз. Это сделали в Иерушалайме. Любой, кто скажет, что вот это там в Бавиле поняли, и поэтому они приняли Тору, да, можно спросить, как они, кто эти? Это общины? Там нет народа. По определению нет народа. Гзера Амана распространялась и на евреев, живущих в Иерусалайме? Это вопрос, который не раскрыт. Вопрос, который не раскрыт. Но, допустим, что она бы распространялась и на тех, кто был в Иерусалайме, как это можно было реализовать? Они бы встали и защищали себя. Они бы встали и защищали себя. Так что земля Израиля, да, Раб Завиф Султанович, я об этом много пишу, земля Израиля, она дает вот это чувство способности встать и защитить себя. Вот, в пример, часто приводят восстание в Варшавском гетто. Восстание самоубийственное, но оно отстаивает достоинство. Кто принимал участие в этом восстании? Кто возглавлял его? Люди из земли Израиля, которых Жаботинский до войны привез, тысячи людей привез, чтобы обучаться военному делу, израильтян, да, они попались там и с началом войны остались, и они возглавили это восстание. Так что в Иерусалайме ничего бы этого не прошло. 13-го Адара, сейчас мы всех вырежем, как же, да, вот, и мудрецы не говорят ничего, ничего о том, что эта гзера распространялась на Иерушалае, да. Я бы сказал, как бы, даже если она распространялась на Иерушалае, на землю Израиля, это совсем другое дело, да, это совсем другое дело. В земле Израиля, да, есть, отстаивали себя, защищали себя против Шумраним, да, и против тех, кто жил там, да, и так же отстаивали себя, если прислали какие-то отряды из Персии, да, для того, чтобы, для того, чтобы уничтожать кого-то, да. В Персии все жили в перемешку, да, а там не было бы Израиля, нет. В Израиле были города, да, заселенные, десятию коленами заселенные, которые пришли в свои города и заселили их, и не было там среди них, как это другого населения. Там в Персии, в провинциях, можно было устроить Парфоломеевскую ночь пяти, ставить крестики там, допустим, или Маген Давида рисовать, да, вот, а в Ирушалайме нет, это не пройдет. Так что даже если была Кзирана Ирушалаем, то мудрецы не говорят об этом как-то, да, и это совсем другое дело, совсем другое дело. Там мы встали и защищали себя, написано, что книги посылались Эль Коль Маденота Мэдах. Эль считается в числе Маденота Мэдах, или это... Ну да, да, ну и куда он посылал, кому он послал там в Ирушалайме, он посылал Паха, он Зарубавилю послал там, письмо, что ты должен организовать уничтожение. Вот, поэтому ситуация совершенно другая. Мог и послать. Какая разница, послал он в Зарубавилю такой, письмо, или не послал. А что ж, там не было какого-то наместника? Зарубавилю был Паха, Зарубавилю был наместник. Ага, понятно. Рафзеев, я хотел обратить внимание, что до вас о том, что все не случайно, говорил еще Воланд у Булгакова, что кирпич человеку на голову ни с того, ни с сего не упадет. Ну да, но... Это шутка. Я бы сказал шутку. Я бы сказал шутку. Великая книга «Мастер и Маргарита». Но Танах еще более великая. Это безусловно. Вот. Но, да и нет, принято, принято, конечно. Конечно, любое замечание как бы из общей культуры. Все это очень... Еще интересно, что Корыш позволяет себе отменить свое решение. А спустя энное количество времени Ахашвирож говорит, царский указ отменить невозможно. То, что скреплено, подписано царем и скреплено царской печатью, неотменимо. Можно другой указ издать, но отменить просто нельзя. Ну, да, это правильно, да. Но результат, как вы понимаете, один и тот же. Да, это правда. Указ отменить нельзя, но можно написать вот новый, который вроде не отменяет, но это момент интересный, требует, мне трудно сразу отреагировать, он требует как бы отдельного рассмотрения, это вы совершенно правильно говорите. Но это с моей точки зрения может объясняться неуверенностью в своем положении Ахашвироша, который был в общем узурпатором. Это правильно, да, но здесь в Персии, как мы видим из книги Даниэля, из книги Зуинихэми, там был закон прецедента. Закон прецедента это называется, да, вот как бы вот был такой прецедент, да, вот на нем мы основываемся, а раз он был, его никак нельзя зачеркнуть и вычеркнуть. Вот примерно как-то так, да, вот, так что, ну, мы правы, совершенно так, но кроме уверенности и неуверенности можно еще вот такой момент здесь выучить. Вот, хорошо, ладно, я желаю всем легкого поста, хорошего Пурима, настоящего Пурима, да, Рав Шмуэль Ильяву, да, сын Рав, сын Рава Ильява, величайший Равин, он сказал, да, какая, какая больше заповедь истребления Амалека обращался к солдатам, то, что вы делаете, или прочитать, прочитать в Торе напоминание о том, что Амалека надо истребить, конечно, то, что вы делаете, так что напоминание о том, что истребитель Амалека это очень важная вещь, да, но фактически его истребление, оно гораздо, гораздо важнее. Так, хорошо. Равзиев, так мы можем все-таки говорить достаточно определенно, что, в общем-то, что ехать надо, конечно, можем говорить. Нет, я имею в виду газовцев, что это все-таки Амалек. Это требует отдельного рассмотрения вопроса. Я только в этом плане напомню, что в своей статье «Шесть ударов» Рав Соловейчик лет 50 назад, если не больше, он сказал о том, что все арабы это Амалек. Тогда это звучало очень как-то, ну, великий Рав, никто не спорил, но положили куда-то. А сегодня, скажем, я не говорю, что это так, но это звучит, это звучит, но есть над чем подумать. Это единственное, что я могу сказать вообще, скажем, разговор об Амалеке, кто является конкретно Амалеком, это отдельный тоже разговор хорошо. Всем самбо доброго, хорошего Пурима, хороших известий, и полной победы над Амалеком. Амэн. Амэн, амэн. Амэн, всего-то вот, Пурим Самэх, всем счастливо, Равзеев, спасибо огромное. Пока, Пурим Самэх. Пока. Спасибо.